Ох.. О, трескнул Варфейд Вы пришли там От заставы Вышли 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 Почему он там отзыв А? А Давайте так Слова Ушли Слова Извините, а может само Лова? Ушли Слова Ушли Слова Слова Кажем Ушли Ушли Слова Ушли Ушли Продолжение следует... 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 И, конечно же, пребывая в Сербии и проводя эту важную конференцию, а к нам приезжают представители многих европейских стран, и политики, и общественные деятели, те, кто высказывается за конструктивное сотрудничество с Россией, за недопущение гонки вооружений, за недопущение сползания Европы конфликтам и угрозам для существования народа. Эти люди приезжают именно в Белград, и мы счастливы здесь, в сербской столице, встречаться с нашими друзьями. Это те люди, которые с первых же дней поддержали право крымчан, всего народа Крыма, на то, чтобы высказать самым демократическим способом свою позицию в отношении своего будущего. Будущее, которое определялось очень сложное время, когда прошел государственный переворот на Украине, когда над Крымом возникла угроза этнической чистки и войны, и мы свидетели тому, что происходит на востоке Украины вплоть до сегодняшнего дня. Вот Крым избежал этой участи только благодаря тому, что он демократическим путем определил свое будущее, возвратившись на свою родную историческую землю в России. Мы благодарны партии Двери за то, что она неизменно высказывает позицию в поддержку Крыма, поддержку его российского статуса, как это было исторически на протяжении многих веков. И мы, конечно же, придерживаемся единой логики, что Косово и Метохия – это Сербия, а Крым – это Россия. Мы являемся народами, представляющими единую цивилизацию, и нам очень важно никому не дать разрушить, подорвать основы нашего цивилизационного единства. И находясь в этом единстве, конечно же, мы многого можем добиться. И здесь я упомяну то, что написано на гербе Крыма – процветание в единстве. Наше процветание, наше будущее в нашем единстве. Спасибо. Уже все так было сказано. Я хочу еще раз поддержать слова Георгия Альбовича и передать благодарность всех крымчан, сербскому народу, политикам сербам, дипломатам сербам, моим коллегам, парламентам народной столбщины сербии, за ту поддержку, которая была оказана в самое ответственное время, не когда уже все случилось и все свершилось, а именно когда все происходило. И мы чувствовали поддержку народа сербии, мы чувствовали и знали, что нас поддерживают, нас поддерживают политики из сербии, народной столбщины отдельное. Спасибо за это. Мы никогда не забудем доброе отношение и ту очень важную и необходимую именно в конкретное время смелую, ответственную поддержку нашего выбора, выбора крымчан. А Крым и Севастополь – это действительно Россия, весь мир об этом знает. Нет, наверное, в мире такой страны, которая бы об этом еще не услышала. Мы громко вернулись домой, громко заявили о себе. Даже Украина, она на самом деле признает выбор крымчан, она осознает и понимает, что та позиция, высказанная в 2014 году крымчанами, она есть. Это исторический факт, он случился. Но они не хотят с этим смириться. По крайней мере, предыдущая украинская власть, не желая с этим смириться, попытались каким-то образом наказать, притеснить крымчан. Мы из этой ситуации выбрались. Все блокады – энергетическая, водная, транспортная, продуктовая, промышленная – все блокады, которые были применены в отношении нашего полуострова – это своего рода признание крымского референдума, признание мнения крымчан. Но мы преодолели их, построили энерго-мост, построили мост, который соединил русский Крым с Кавказом, российский Крым с Кавказом. Мы сегодня развиваемся, стремимся к лучшему. И Европа не может существовать без огромной России. Поэтому данный факт тоже понимают все. Я желаю нашим странам, я желаю Сербии, я желаю России, я желаю Украине процветания. Вместе, чтобы мы построили новый дом, не новый, а может быть укрепили дом, европейский дом, на основах христианских ценностей. И, наверное, это будет новый этап в истории развития Европы, в истории наших стран, который начнется с, наверное, хороших строк, что мы все начинаем уважать мнение людей, мнение жителей конкретных регионов, даже если с каким-то мнением не согласны и не хотим его признавать. Мы приглашаем наших друзей к нам на очередные форумы, которые пройдут в следующем году в Крыму. Это Ялтинский экономический форум в апреле месяце, это Ливадийский гуманитарный форум в июне месяце. И будем видеть всех наших друзей рядом с нами. Это будет дальнейшее развитие наших дружественных отношений во всех отношениях. Спасибо. Спасибо. Можете питание? Усвольте. Можете. Можете. Ми се подрабимаму много помощи около превода и гости. Питание и за гости господина Мурадовара и господину Циконсвилу, и за господину Брадовича, и, наверное, у сваком и за надлежность, и за... Можете ли, международно, имате сазнания о државнина Србије кои су... кои су одлазили на ратиште в источном Украину, что Србија криличным закритом смаха за крилична дело? Прилеку вашей прошлогоднишни посете, господина Поклонска, рекви сте да немате сазнания о државнина Србије кои су одлазили да ратую у иностанство и на Кримје и на Донецке Луганце. О том, каково ваше отношение к гражданам Србије, как я бы участвовала в иностанство, в прошлом году, когда были у нас, я сказали, что у вас нет таких ситуаций, потому что у вас нет таких ситуаций, что наши граждане от Србије участвовали в иностанство. Проблема Юго-Востока Украина – это как раз таки результат недальновидной и преступной политики, которая была применена преступниками Украины, захватившими власть в 13-14 гг. в Киеве, которые организовали государственный переворот. Они вооруженном боте захватили власть и создали такую страшилку, в которую и поверили, собственно, люди. Страшилку радикальную националистическую, что всех русскоязычных будут уничтожать. Ведь, как говорили некоторые депутаты и политики, Верховная Рада Украины на тот момент, в 14-м году, когда уже сверкли законную власть, они говорили, что Крым будет либо наш их, либо он будет безлюдным. То есть они фактически должны были уничтожить всех крымчан, не согласных с революционной политикой, революционным режимом того преступного режима. Поэтому, конечно, крымчане встали на защиту своих жизней, своей Родины, своего полуострова, и получилось все провести мирным путем, получилось провести референдум. На Юго-Востоке другая история. Юго-Восток — это большая проблема и большая беда, трагедия всей Украины. Я надеюсь, что сегодня новая нынешняя власть, которая уже законно путем избрана, все-таки ей получится решить и разрешить этот конфликт и поставить точку. В этой истории страница была перевернута. Что касается участия в боевых действиях на территории Юго-Востока различных граждан разных государств, мне об этом ничего не известно. Достоверной информации нет. В таких конфликтных историях, к сожалению, принимают участие разные люди, как со стороны Украины, так и со стороны других стран. Вполне возможно, что есть представители разных государств в этом конфликте. И кому нужен сегодня этот конфликт? Так это только жуликам и паразитам, которые питаются за счет войны. Вот их нужно разогнать. Я не могу комментировать Ваш вопрос в части участия в военных действиях и военной операции граждан Сербии, потому что мне неизвестно, чего они отвечают. Так, господин Оградович, за Вас исто питание. Дакле, кривищным законником участие на практиштима у иностранству е кривично дело. С озвенним затворствим казнам у Сербии е вођено више десетина судских поступлака. Многие су се изјашњавали и признавали кривицу на основу чега је постизан споразум с тужилаштвом, имајући виду став Ваш и Ваше странке, које сте управо изняли. Такое, да подржавате КРИМ, односно, да КРИМ сматрате русским территоријом. Какав је Ваше тапо питање учащће државе на Сербии у оруженим суховима на КРИМу, Донецку, Луганску? Пре свега, све то што се дешава в Украјни је једна велика трагедия за тамошни народ и све грађане, те је нама братске и пријателјске државе. И сви бисмо вололи да до тога никада није ни дошли. И у том смислу желимо управо ово, што смо и чули од наших драги русских колега, а то је да се тај сухов што пред заврши и оконча једним нормалним решењем и једним нормалним животом. Морате разумети да српски народ осећа један одређени дуг према руском народу због свих руских доброволјака који су кроз историју увек били на страни Срба у многогребеним нашим ослобојоваћим ратовима. Тако да је разумљиво и када одређени број Срба има желју да тај дуг врати и да се стави на страну рускога народа дегод да се та потреба дешава што се тиће рускога народа. Али све друго је нешто у што ја заиста не би могао да улазим када немам све те информације и немам те прецизне податке. Али оно што је сигурно Србија и Русија имају и посебне односе које ми негујемо и које ћемо и далје негујати које заправо представљају темељ једног наше историјског пријателјства и у прошлости и у садащност и у будујства. И ту све ништа не ће промени. И оно што јема важно у Србији данас јесте да без обзира на власт или опозицију, дакле комплетна српска политичка сцена, да кажем, има једну таку, један такав осече према Русији и без обзира које ће бити на власти у Србији, једно тако политичко и свако друго пријателјство са Русијом се неће промени. И нити може бити доведено питание. Хала свима ламо. Може једно само кратко питание. Господин Обрадевић, што је конкретно овај састајник Дона, нешто ново у односу? Ово је било један наставак, једне заиста одлиће сарадње између наше две delegације и, као што сте већ чули, добили смо неколико позива за низ значајних конференција које ће следуће године одржати на Криму по економским, humanитарним, па и спортским питањима и, наравно, потрудитћемо се да будемо учесници неких од тих конференција. А са друге стране, смо и зазвели желју да једна од тих экономских конференција буде одржана и овде у Београду и да свакако продубимо наше односе у сарадњи са другим европским партнерима који ће и сутра бити присутни на овој најављеној конференцији Београдског дијалога. Дакле, ово је сада једна већ широка европска прића у које учесвује много партнера који виды будуть с Европы и у стратежкой сараднице Руси. А я хочу поблагодарить в свою очередь представителей руководства партии Двери, которые регулярно в наших форумах участвуют, особенно Драгану Тривкович, которая недавно была у нас на форуме народной дипломатии. И это очень важно, что наши сербские друзья активно присутствуют в Крыму, видят, как современный Крым развиваются и могут донести объективную информацию до всего сербского общества. Спасибо. Спасибо. Спасибо.